Несколько недель на большей территории страны сухая погода, дождей мало, уровень лаги очень близок к критическому. Но мы не можем сказать, что на половине республики, западной и югу, не проходили дожди. Их было достаточно. Просто здесь, у Турчина, который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня, я не знаю, в чем я нагрешил, где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило. Поэтому начинайте рыдать по поводу того, что ай-яй-яй, у нас чего-то не получится, и плохо уже заранее готовить меня к тому, что вы провалите сельскохозяйственный год, не надо. Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. И прежде всего, немного пострадали зерновые и травы. Но так мы договорились месяц назад. Правительству было поручено, надо убрать сенажную траншею, перепахать и посеять поукосно-пожнивно, крестоцветную, там, речку масличную, еще что-то, для того, чтобы получить травянистые корма. Я на это обращал внимание. Именно травянистые корма. Если мы недополучим где-то какое-то количество, 200-300 тысяч тонн зерна, сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим это зерно. И при том, зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, которые порой даже ниже нашей себестоимости. Так есть смысл закупать. Я даже правительству предлагал, надо закупить и положить свободное хранилище. У нас их хватает. Но травянистые корма. Сегодня надо думать, как заготовить. И мы можем это сделать. То есть, катастрофы нет. И это признает ведущий сельское хозяйство вице-премьер. Нет катастрофы. Просто сейчас надо сориентироваться вовремя. Там, где подсушило. Я думаю, вице-премьер проинформирует нас о делах в сельском хозяйстве, особенно в растении и в остве. Что с посевами зерновых, какие виды на урожай готовы ли мы к уборочной компании. Я жду отчета о том, что происходит в животноводстве. Как идет заготовка кормов. Завершается первый укос многолетних трав. Их продуктивность, мы уже говорили, хуже, чем в прошлом году. Явно не добираем с первого укоса, что сейчас нужно предпринять, чтобы накормить скотину, чтобы не пришлось сокращать поголовье. По итогам пяти месяцев во всех областях отмечается рост производства скота и птицы. По республике почти на 5%. Молока на 6%. Необходимо сохранить эти темпы и получить хороший урожай. Но вопрос, а что у нас с запасами? Я хотел, чтобы премьер-министр прежде всего этот вопрос себе пометил и доложил. И по промышленным товарам, и по продовольственным товарам. Насколько я информирован, сухое молоко, масло, сливочное и прочее девать некуда. Мир голодает, а у нас некуда девать.